Знакомые слухи объявления интернет в поисках съемок квартиры люди используют все доступные средства, но иногда попадают на удочку мошенников. Чаще всего это происходит с иногородними. У них нет ни возможности, ни времени для детального изучения всех предложений. Юлия Мухамедзинова несколько месяцев работает в Донецке, но живет девушка в Дебальцево. На дорогу уходит много времени и денег, поэтому решила снять квартиру. Купила газеты и занялась поиском подходящих вариантов. В одном из агентств пообещали широкий выбор квартир и дешевые услуги. Адрес подошел и девушка подписала договор. Но не об аренде квартиры, а оказании информационных услуг. В агентстве при девушке созвонили с арендодателем и дали контакты. Но на встречу женщина так и не пришла. Затем просто отключила телефон. Я созванивалась с хозяйкой, она мне сказала, что это квартира мужа и муж должен встретить. Я говорю, дайте мне номер телефона мужа. У мужа телефона нет. Дайте мне адрес, который я подойду. Я не знаю, какую квартиру он сдает. Я адреса вам тоже не дам. Мы еще раз попытались дозвониться по указанному номеру. Но автоответчик повторил всем известную фразу. А вы на это не можете принять ваш двенок? Надешлите смс-поведомление, а вы за телефон это будь ласка пизнише. Узнать, почему все телефоны отключены, а квартира так и не предоставлена, мы решили в самом агентстве. Как оказалось, таких обманутых людей достаточно. Возле здания собралось больше 10 человек и все иногородние. Схема одна и та же. При клиентах созваниваются с арендодателем, дают их номер телефона. Затем уже проблемы самих людей. Суть в том, что сразу дозвонишься, сразу договоришься, когда дело подходит к времени. Неназначено ему уже абсолютно не дозвонись, звони хоть в рельсу, хоть по трубам медным. Ни возмущенным клиентам, ни нашей съемочной группе, девушка-агент так ничего и не объяснила. Комментировать что-либо на камеру отказалась, сославшись на отсутствие руководства. Девушка, я вам не буду ничего предоставлять, пожалуйста. Руководства на данный момент нет, руководство будет через две недельки. Через две недельки можно подходить и все вам расскажут пока. Дешевизна услуг – то, что привлекло клиентов этого заведения. Обычно риэлторы требуют не меньше тысячи гривен. Но и деньги берут только после того, как люди нашли подходящее жилье. Говорят в одном из самых старых агентств недвижимости Донецка. Чтобы не возникало претензий, в некоторых случаях даже составляют опись имущества. Затем уже заключается договор между клиентом и арендодателем. Только после этого подписывается акт выполненных работ и агенты получают свое вознаграждение. Когда подписывается договор одна сторона и вторая, рассчитывается с арендодателем и рассчитывается за выполненные услуги. На период денег не платить ни в коем случае. Согласно договору, заключенному с агентством ВИВА, они обязуются предоставить информационные и консультационные услуги, внести клиента в базу данных и подготовить заказчика к собеседованию с арендодателем. Все это стоит 500 гривен. Но о подписании договора арендой речь вообще не идет. При заключении документа люди просто невнимательно изучили его, говорят юристы. Клиенты имеют право, первое, требовать по настоящему договору, чтобы была предоставлена информация дополнительно, потому что договор предусматривает разовый платеж. Ну и второй вариант, если их не устраивает, то по факту договора предусмотрено, что по факту выполнения услуг, согласно данного договора, составляется акт выполненных работ. Если акт выполненных работ не составлен и не подписан стороной, то значит считается, что услуги не предоставлены, и человек имеет право требовать возврат расторжения договора и возврата оплаченных денежных средств. Юристы говорят, мошенничество налицо. Советуют обманутым клиентам написать коллективную жалобу и обратиться в прокуратуру. Вот только затягивать не стоит. Исходя из опыта, предполагают, что такие заведения на одном месте обычно долго не задерживаются и, как правило, зарегистрированы на подставное лицо. Наталья Некрасова, Руслан Новиков, Панорама. Руслан Новиков, Панорама.